Пятнышко, как бы даже красноватое. Вот это и есть этот рубец, этот шрамик на глазу, куда воткнулось что-то Софише. Он становится все больше и больше и больше, и даже есть такая ужасная операция. Не ослепла ли она, видит ли она сейчас, и не ослепнет ли она потом? Привет, ты на канале Magic Family, я Аня и со мной мои собаки. И сегодня я расскажу, какая беда приключилась с моей Софишей на днях. 6 ноября Софи будет 6 лет, и за все это время с ней ничего не происходило. Единственный раз, когда она заболела, это было в Таиланде, и она была маленькая. И вот в нашей с ней жизни случился второй ужасный раз. Подписывайся на канал и нажимай колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, а я расскажу, что же случилось. Когда мы ездим на стройку нашего дома, там вокруг очень много природы, и я всегда отпускаю Эйвана, Софи, Юми и Мишу гулять. И все нормально было, они бегали, играли, как всегда, гуляли, веселились. И вечером, когда мы приехали домой, все прекрасно, хорошо покушали, и все было нормально. Но поздним вечером я заметила, что Софиша как будто прищуривает глаз и часто моргает, и он у нее слезится. Я посмотрела, ну как бы вроде ничего, все хорошо, просто слезится глаз. Такое у чихуашек бывает, потому что у них достаточно выпуклые, объемные глаза, и они могут слезиться даже просто от ветра, от пыли. Я подумала, может, ей попала какая-то пыль, закапала специальными каплями, и все. Софи явно чувствовала себя нормально, потому что она играла, бегала, прыгала, скакала, кушала хорошо, и ничего плохого как бы не предвещалось. И вот в один вечер я снова через несколько дней заметила, что она опять прищуривает глаз и сильно так и моргает, и он снова слезится. Я посмотрела, пригляделась, и в глазу заметила какую-то точечку. То есть в том глазу, который слезится, у нее была как пылинка или соринка. Я попыталась так аккуратненько убрать эту мусоренку, но она не убиралась. И я поняла, что это какой-то как нарост, какое-то явно повреждение, и сразу же вызвала ветеринара. Приехала ветеринар, которая оперировала Мишу и Юме, слава богу, у них все хорошо со швами, и они прекрасно себя чувствуют. Она сказала, что вот эта вот точка, это уже рубец, шрам, то есть зажившая ранка. Это значит, что Софиша где-то ткнулась прямо глазом в какую-то либо травинку твердую, либо в какую-то веточку, и повредила тем самым глаз свой. Я испугалась первым делом, что она просто уже даже не видит этим глазом, что она ослепла. Вот заметно, что Софиша явно ей что-то мешает, ей неприятно, она глаз этот прищуривает. В отличие от вот этого глазика, который беленький и все нормально, вот этот глаз у Софиши прям красный внутри. Вот это в правом глазике у Софи, и даже видно на фоне, на темном, на самом глазе, такое рыжеватая пятнышко, как бы даже красноватая. Вот это и есть этот рубец, этот шрамик на глазу, куда воткнулось что-то Софиши. Я очень сильно перепугалась за Софи, потому что с ней, ну, обычно вообще никогда ничего не происходит. И вообще с моими собаками редко что-то случается. Ветеринар сказала, что если бы я вовремя просто ее не вызвала, то вот этот вот шрамик, этот рубец, он как ранка. Когда вот мы поранимся, шрам все равно больше, чем ранка. Он начал бы разрастаться, и он становился бы все больше и больше, и стал бы очень сильно мешать Софи закрывать века. То есть он бы постоянно ей мешал, и как будто бы у нее в глазу соринка большая, вот как у нас, да, когда на нас что-то попадает в глаз, нам это очень сильно мешает. И она бы это чувство испытывала бы постоянно. Но сейчас есть возможность избежать роста этого шрамика, этого рубца. И нам выписали кучу лекарств и кучу процедур. Чтобы этот рубец на глазике у Софиши не увеличивался, не разрастался, и возможно у нас еще есть шанс, что он рассосется. Потому что я вовремя заметила, ветеринар нам выписала кучу просто лекарств, целый список. Я уже все купила. Это капли нужно будет капать три раза в день в этот глазик. Через 20 минут нужно будет мазать мазью прямо в глаз. Я вообще даже себе представить такое не могу. Себе в глаз мазать мазь. И через полчаса после этой мази мазать еще одну мазь прямо в этот глазик, на этот рубец, чтобы он рассосался. Вот такой вот у нас, такие вот будут процедуры. Есть такая опасность, если рубец не рассасывается, он становится все больше и больше и больше. И даже есть такая ужасная операция, когда собаку кладут под наркозом и шлифуют этот глаз, то есть срезают вот этот вот лишний шрам образовавшийся. Это вообще ужасно. Я даже себе такое представить не могу. Я очень за Софишу запереживала. Просто не знаю, что я испытывала в этот момент. Я думаю, любой, у кого когда-то болел питомец, это понимает. Я первым делом спросила, не ослепла ли она, видит ли она сейчас и не ослепнет ли она потом. Но Аня сказала, ее просто ветеринара зовут так же, как и меня, что нам просто шикарно повезло, очень повезло, что Софиша ткнула вот эту вот веточку не рядом со зрачком. То есть эта ранка образовалась далеко от зрачка и рубец далеко от зрачка, значит, видит она так же все, как раньше видела. Все нормально и она не ослепнет. Фух! То есть оно далеко от зрачка. Это правый глазик Софиши. Единственное, что нужно сейчас, это делать все процедуры, ждать, что рубец рассосется. Софиша хорошо кушает, она реагирует на игрушки, она играет, как обычно. То есть как бы ведет себя в порядке вещей, все нормально, как будто ей это даже не мешает и никакого дискомфорта не доставляет. Еще и поэтому было очень сложно определить, что у нее есть какие-то проблемы. Я буду держать вас в курсе ВКонтакте, в Инстаграме буду писать. Подписывайтесь на наш канал, на соцсети и на другие наши каналы. И скоро увидимся в новых роликах. Я надеюсь, с Софишей все будет хорошо. Да. Пока.